Так, друзья, Букертов, мы с вами находимся на шестой мишне пятой главы трактата П.А. И мы, эта мишна, заключительная мишна, которая обсуждает законы Лекета. Да, еще раз напомним, Лекет – это те колоссия, которые опадают из рук жнецов во время жатвы в количестве одного или двух штук. Так, мы уже учили много разных законов. И один из законов, который мы учили в последний раз, что сам со своего поля, хозяин поля, собирать Лекет не может. И вообще подарки бедным. С другого поля, со своего не может, потому что написано, что должно быть не твое. Так, наша мишна как раз-таки обсуждает этот закон более в деталях. А также, что для всех бедняков должны быть созданы одинаковые условия конкуренции. Но есть различные вещи, которые может сделать хозяин поля. Даже как бы, да, но на самом деле эти вещи делать нельзя, потому что они изменяют. То есть, как бы, да, конкуренция будет уже несправедливой. Например, Итак, если человек продал все свое поле вместе с урожаем. Человек продал поле с урожаем. То есть, тогда продавец сможет брать, а покупатель не сможет брать, что имеется в виду. Если у меня было поле с урожаем на корню, я его продал. О, теперь у меня поле, это уже не мое поле. Я могу с этого же поля собирать Лекет. Человек обеденел, там разорился, продал свое поле. С этого поля имеет право брать Лекет. Но тот, кто купил, с этого поля уже брать Лекет не может. Объясняется, что именно если он продал поле с растущими на нем на корню еще пшеницей. Но если бы он продал только урожай, но, например, оставил бы себе свое поле. То есть, земля моя, я продаю только урожай. Тогда ни продавец, ни покупатель не смогли бы брать с этого поля. Потому что, с одной стороны, написано, а рейзе садеха, твое поле, а поле твое, оно принадлежит тебе. С другой стороны, написано, кецереха, да, твоя жатва, а жатва твоя. То есть, только если жатва твоя или поле твое, ты уже оттуда брать не можешь. Получается, только если человек продал поле вместе с урожаем, тогда он может с этого же поля брать, потому что это поле уже не его. Но если он себе оставил либо одно, либо другое, да, либо продал только урожай, оставил себе землю, да, то ни покупатель, ни продавец этого поля брать ничего не смогут. Нельзя нанимать рабочего и сказать ему, слушай, я тебя нанимаю на работу в моем поле, будешь жнецом собирать урожай. И твоего сына тоже, кстати. Пусть твой сын за тобой сразу собирает лекет. Нельзя так делать. Почему? Ты нанял рабочего, и за ним идет сын собирать лекет. Потому что, если ты на таких условиях нанимаешь рабочего, такие рабочие обычно берут меньше денег. Слушай, я не понимаю, что, о, я буду собирать, за мной будет сын, сын подберет весь лекет, и мы, как бы, я на урожае больше заработаю, поэтому мне на этих условиях выгоднее пойти даже за меньшую плату. А тогда получится, что ты заработал на принадлежащим беднякам. То есть человек получил бы нормальную зарплату, если бы не то, что ты позволил его сыну собирать лекет. К тому же мы опасаемся, что человек будет своему сыну подбрасывать больше, а другим будет подбрасывать меньше. Да, потому что вообще за жнецами идут сборщики лекета, а тут уже, как бы, человек, да, сынок, который все подбирает, другим ничего не оставит. Поэтому, да, так делать... Мишта говорит, нельзя, потому что ты нарушаешь законы конкуренции справедливой среди бедняков. Мишта говорит, другие случаи, да, недобросовестной конкуренции. Если человек сам хочет все собрать, а потом сам разделить между бедняками. Что имеется в виду? Одному бедняку дает, другому бедняку не дает. Одного пускает, другого не пускает. Или одному бедняку помогает, другому не помогает. Этот человек в прямом смысле обворовывает бедняков, потому что решает их право на этот лекет, он, как бы, да кого-то ограничивает. И именно про этот случай сказано, не посягай на границу Олим, взошедших. Есть разная интерпретация. Олим имеется в виду Олей Мицраем. Это цитата из Мишлей, царя Соломона. Да, не сдвигай границ, вышедших из Египта. То есть не меняй Тору. Тора сказала, что должно быть так. Не отменяй закон Торы. Другое дело, Олим, да, это Олим, это, так говорят, про бедняков. То есть, да, не сдвигай границ с беднякам. Не усложняй для них путь к тому, что принадлежит им. И приходит Катуф, это писание предупредить нас, чтобы не играли с границами для бедных, и не прибирали себе их подарки. Да, тут Судьям там говорит, что человек, который потерял, у него было много, стало меньше, он тоже подпадает, он подпадает, он подпадает по суке Шерасуа, вот эхо. А второй по суке, то мимо того, про сирот. Окей, да, но суке остается та же, что здесь речь идет про то, что человек отодвигает законы Торы, отодвигает ограды того, что должно принадлежать беднякам. Да, что делать запрещено. Следующая мечта. Вот теперь мы начинаем новую тему. О, нет, работай, давайте оставим эту мечту на следующий раз, потому что мы начинаем новую тему, здесь нужно сделать большое вступление о том, что такое шиха. Она уже скоро минхи, поэтому надо подготовиться. Давайте вот здесь остановимся, мы находимся на седьмой мечне, пятой главы, и начинаем третий вид подарков для бедных, называется шиха, забытый с ног. Если человек уже собрал урожай и собрал их в снопы, а потом вывез все снопы, и какой-то сноп забыл, за этим снопом возвращаться тоже не надо, говорит Тора, что пусть он останется для бедного. А мы с вами пока скажем лейлуй нишмат. Итак, сегодняшняя мечта была возвышение души. Давайте перешнем. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Можете с ним попрощаться. Как раз он мимо. И Шаркоах всем работай. Желаю всем хорошего дня. Шаркоах.